Добрый день, уважаемые коллеги! Мы продолжаем серию пресс-конференций, посвященных опубликованной статье главы государства «План нации. Путь к казахстанской мечте». Необходимо отметить, что в статье особое внимание уделяется повышению эффективности государственного аппарата. И сегодня представители вновь созданного Министерства по делам государственной службы расскажут нам о предстоящей работе по реализации поручений главы государства. Позвольте представить наших гостей. Ответственный секретарь Министерства по делам государственной службы Республики Казахстан Саян Кулышевич Ахмеджанов, а также вице-министр по делам государственной службы Республики Казахстан Айгуль Амантаевна Шаимова. Продолжение следует... Продолжение следует... На основе трехэтапного отбора. Первый этап – это тестирование на знание доказательства в уполномоченном органе по делам государственной службы. Второй этап – это автоматизированная оценка личных качеств и приверженность ценностей государственной службы. И непосредственно сам конкурс в форме конкурсного собеседования в государственном органе. Дальнейшее продвижение по карьерной лестнице государственного служащего осуществляется только посредством конкурсного отбора. Первый конкурс – внутренний конкурс, который проводится только среди государственного служащих самого государственного органа. Затем, если кандидат не определяется по итогам внутреннего конкурса, конкурс проводится внутренний среди всей государственной службы. При этом кандидаты или действующие госслужащие, которые участвуют в внутренних конкурсах, этапы тестирования не проходят. Они проходят только этапы собеседования в государственном органе. В дальнейшем, если по итогам двух конкурсов не будет определен соответствующий кандидат, то допускается так называемый боковой вход на государственную службу и объявляется по согласованию с полномоченным органом общий конкурс для всех граждан, представителей квази-госслужащего сектора и частного сектора. Поэтому система карьерной модели будет способствовать формированию уверенности самих госслужащих в стабильности своей служебной карьеры и активном участии по продвижению по карьерной лестнице. Компетентностный подход, заложенный в основе карьерной модели, предусматривает при отборе на государственную службу наличие не просто квалификации по образованию и стажеработы, но и при поступлении на госслужбу в форме оценки личных качеств выявляется уровень наличия у кандидата соответствующих базовых компетенций и соответствующих коммуникативных способностей. В частности, это касается таких критериев и компетенций, как инициативность, коммуникативность, организованность, этичность, ориентация на потребителя, ориентация на качество и непримиримость, нетерпимость с проявлением коррупции. Для управленческих уровней должностей корпуса Б также выявляется уровень соответствия и компетенций касательно таких качеств, как лидерство и стратегическое мышление. Все эти элементы заложены в автоматированную систему оценки личных качеств, и по итогам прохождения его кандидаты выдают соответствующие заключению полномочным органам. В дальнейшем конкурс проводится самим государственным органом, как я уже отмечал, поэтому внедрение этих новых элементов, соответствующих карьерной модели госслужбы, безусловно, повысит профессионализацию госаппарата. Кроме этого, система обучения, повышение квалификации государственных служащих также будет ориентирована на практические аспекты и потребности государственного органа. Если необходимо развивать компетенции соответствующего должностного лица, рядового уровня или среднего уровня, то организации обучения в лице Академии госуправления и региональных центров обучения будут проводить практикоориентированные занятия на развитие, допустим, менеджмента, организованного менеджмента, или же развитие знаний по бюджетированию или по другим аспектам. Поэтому в комплексе все эти моменты приведут к дальнейшей профессионализации. Кроме того, внедряется институт ротации для управленческого уровня корпуса Б. Если раньше ротация касалась только управленческого корпуса А, то эти элементы внедрены в новые модели для управленческого корпуса Б. С предоставлением необходимого служебного жилья как фактор, обеспечивающий такой институт реализацию. Ротация будет проводиться для госслужащих управленческого корпуса раз в три года. В случае, если руководитель или сам госслужащий желает продолжить работу на данной должности, то этот срок продлевается еще на три года. По итогам вторичного срока он подлежит обязательной ротации или же перемещению на другую должность или увольнению. Поэтому полагаем, что такие новые институты, они, безусловно, еще раз пока являются критериями развития уровня профессионализации и уровня развития компетенции в самих государственных органах. При этом, безусловно, применяются меры социальной защиты, если же госслужащие по уважительным причинам, это, например, матери, одиночки, родители, на иждивении которых находятся дети и инвалиды, конечно, их желание будет учитываться и они ротации подвергаться не будут. Поэтому такие вот аспекты реформы госслужбы и другие моменты этой реформы мы продолжим предлагать далее. Благодарю вас, Саян Халышевич. Следующее слово позвольте предоставить вам, Айгулли Монтеевна. Пожалуйста. Большое спасибо, уважаемые участники брифинга. Наше министерство также в соответствии с поручениями главы государства приняло ряд мер по внедрению новых этических правил. Первое – это государственных служащих обязали неукоснительно соблюдать нормы служебной этики. Для этого одним из основных принципов государственной службы установлены личная ответственность служащего за неукоснительное исполнение служебных обязанностей, этичность и нетерпимость к правонарушениям. Поэтому требования по соблюдению служебной этики, антикоррупционного поведения и конфликта интересов возведены в ранг закона. По сути, элементарное нарушение чиновникам этических норм, оно подрывает авторитет государственного аппарата в целом. Поэтому мы ввели новый вид проступков, это дискредитирующих государственную службу. На сегодняшний день к ним отнесены незаконные предпочтения физическим и юридическим лицам при подготовке и принятии решений, необоснованный отказ в предоставлении информации, также необоснованные требования документов, которые не предусмотрены в рамках действующего законодательства. Ранее такие нарушения относились к дисциплинарным проступкам, создающим условия для коррупции и связанным с противоправным получением благ и преимуществ. Для повышения ответственности служащих перед населением, совершение таких правонарушений влечет применение дисциплинарных мер вплоть до увольнения государственного служащего и запрета на повторное поступление на государственную службу. Вторая мера, которая выработана в рамках проводимых реформ, это впервые в рамках нового этического кодекса определены стандарты поведения служащих в различных ситуациях, как в рабочее время, так и в отношении с коллегами и во внеслужебное время. К примеру, к служащим предъявляется требование быть честными, справедливыми и скромными. Они должны обеспечивать законность при принятии решений. Это самый главный критерий и самое главное требование, предъявляемое государственному служащему. Во внеслужебное время они не должны допускать случаев антиобщественного поведения, то есть в том числе находиться в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах. Крайне важно, что строгое следование установленным стандартам позволит повысить доверие населения к государственному аппарату. Это главная задача, которая поставлена перед нами главой государства. Перед каждым из служащих эффективно служить народу. Третье, это мониторинг и контроль за соблюдением этических норм обеспечат уполномоченные поэтики. Это новый институт, который внедрен как в центральных государственных органах, так и на региональном уровне, то есть в аппаратах Акимов областей, городов Астана и Алматы. Крайне важно, что эта функция будет возложена на людей, заслуживших авторитет среди своих коллег, поскольку на них будет возложена ответственная миссия. Они будут консультировать служащих по вопросам применения законодательства о государственной службе, защищать их права перед руководством, а также изучать морально-психологический климат в коллективе. При наличии обстоятельств, вызывающих какие-то обоснованные сомнения, уполномоченный будет вправе обратиться к руководителю. И в случае, если он столкнется с каким-либо противостоянием уже со стороны руководства, он может обратиться всегда в наше министерство с этой просьбой и изложением соответствующей проблемы. В рамках осуществления своих полномочий уполномоченные по этике будут осуществлять приемы граждан и государственных служащих по вопросам, входящим в их компетенцию. При этом график соответствующий будет вывешиваться как в здании государственных органов в местах, доступных для обозрения, а также на интернет-ресурсах. Там же можно будет найти информацию об уполномоченной по этике, то есть его фамилию, кто он, его фотография, все это будет размещено также в местах, доступных для населения. В целях мониторинга состояния морально-психологического климата уполномоченные по этике будут проводить анкетирование. Это анкетирование, оно будет анонимным. В рамках анкетирования будут задаваться такие вопросы. Как вы оцениваете вашу работу? Нравится она вам, не нравится? Хотите ли вы проживать рядом со своими коллегами? Также им будет предложено назвать фамилию коллеги, которые пользуются наибольшим уважением среди своих коллег. По итогам этого анкетирования будут анализироваться сложившиеся ситуации и вноситься рекомендации руководству об улучшении ситуации, либо, если нет необходимости в ее корректировании, сказать, что она соответствует предъявляемым требованиям. Четвертая мера, которая предлагается в рамках проводимой реформы, это профилактика этических нарушений на региональном уровне, также будет осуществляться советами по этике. Главная особенность совета, от упраздненного дисциплинарного совета, в том, что приоритеты его деятельности смещены на профилактику. Впервые советы будут рассматривать не только дисциплинарные дела, но и анализы коррупционных рисков и результаты антикоррупционного мониторинга. То есть в рамках анализа коррупционных рисков предполагается устанавливать причины, способствующие совершению коррупции в том или ином государственном органе. А антикоррупционный мониторинг будет выявлять наличие правовых условий, которые способствуют совершению коррупционных правонарушений. Эти обзоры будут раскрывать соответствующие причины и советы будут вырабатывать рекомендации, что необходимо для того, чтобы устранить эти системные меры по противодействию коррупции, нарушению служебной этики, а также будет служить укреплению дисциплины среди служащих. В целом мы предполагаем, что внедрение таких механизмов будет способствовать усилению значимости служебной этики, защите конституционных прав граждан, а также главная цель этих нововведений – это защита, обеспечение, соблюдение принципа меритократии на государственной службе. И самое главное, что крайне важно, что теперь советы не будут карательные, как раньше, то есть привлекать лиц к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Они будут служить совершенствованию деятельности государственного аппарата. Крайне важно, что состав совета будет формироваться из числа, так скажем, лиц, также заслуживших авторитет на региональном уровне. Это будут депутаты маслехатов, представители общественных объединений, ваши коллеги, представители средств массовой информации, а также руководители отдельных государственных органов. Самое главное, что наличие дисциплинарных взысканий теперь будет влиять, в том числе, наверное, и на уровень оплаты труда, поскольку мы переходим к системе оплаты труда как базовый оклад, а также бонусная часть, как и проговаривалось ранее. Бонусная часть, она как раз-таки будет напрямую зависеть, получат служащий бонусы или нет от наличия дисциплинарного взыскания. В случае, если государственный служащий будет привлечен к ответственности, бонусы ему выплачиваться не будут. Бонусы будут предусматриваться, выплата бонусов только высокоэффективным служащим, которые своим поведением доказали, что они заслужили это право на получение надбавки к своей фиксированной базовой ставке оплаты за труд. Бонусная часть, она будет формироваться в соответствующем бонусном фонде, который будет формироваться за счет экономии средств государственных органов, выделенных на отдельные цели. В целом, выполнение поставленных перед нашим министерством задач, введенные по поручению главы государственного мира, обеспечит дальнейшую профессионализацию государственного аппарата. Спасибо за внимание. Благодарю вас, уважаемые гости, за предоставленную информацию. На этом, уважаемые коллеги, мы переходим к сессии «Вопрос-ответ». И, пожалуйста, первый вопрос. Казахская радио, слушаем вас. Казах радио, слушаем вас. Казахстан. 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 Олег Рябченко. Насколько известно, с 1 января 2016 года упразднён Институт кадрового резерва корпуса Б. Чем это была вызвана необходимость и что были с теми людьми, которые в нём находились? На сегодняшний день лица, зачисленные в кадровый резерв до конца 2015 года, могут быть назначены на должности корпуса Б до истечения годичного срока их действия, то есть пребывания в резерве без проведения соответствующего конкурса. При этом такие граждане могут занять должности соответствующей категории в любом государственном органе, вне зависимости от того, по рекомендации какого государственного органа они были зачислены в резерв. Аналогично в течение года также будут иметь силу и сертификаты, полученные при сдаче тестирования на знание законодательства. Единственное, для участия в объявленном конкурсе в государственном органе необходимо будет дополнительно сдать тестирование на оценку личных компетенций, которые установлены в соответствии с требованиями нового законодательства о государственной службе. И также напомню, что в кадровый резерв зачислялись лица, это стипендиаты программы «Булашах», лица, окончившие Академию государственного управления, и лица, рекомендованные соответствующей конкурсной комиссии государственного органа для зачисления в резерв. Игемен Казахстан, Анар Толюхан ғызы. Сіздердің айтып жатқандарыңыз бойынша адамдардың конституциялық күшіғы бұзымау керек мемлекеттік қызметкерлерге талаптар күшетіліп отыр олар ине дұрысты, бірақ мен өш еде бірнәрсен айтып күнгеледі. Мемлекеттік қызметкерлер көбін екеп жұмыс уақытнан түс түнге сағат оның бірлерге дейін жұмыс істейді. Осындайгездерді олардың құқықтары қалай болады, және оларға бір бонус тар осындайгездер есептеледі ме? Осы жаңғы айтылған жаңа реформаның қазіргі күшіне еңген жаңа заңын қайдаттарына сәйкес, әрине мемлекеттік қызметкерлердің ең біріншін жаңа әлі өметті жеке құқтары сақталуыда, ол еңбек нормаларға сәйкес, қосымша мемлекеттік орғанның қажетті міндеттерін атқаруға байланысты вақытын бөлгені, қосымша бонус ретінде басқа ретінде түлемдер көзделген. Ол өзінің жұмысын міндеттерін тиімді жағы сапалы және еңбек ақысы төлеудің сипатына байланысты төленеді. Сол септен осырағыңызға өте дұрыс, осы мәселе бойынша бәрі қазір қалыптасықан, атқарылаватқан жаңа еңбек төлем системасын әзірлеуде. Ол бірінші қандардың 2017 жылдан бастап күшіне үйінеді. Қайырлы күн, есімің ғабетпөкен бай. Нандай сауал, және ғана бонустық төлеу 2017 жылдан басылады дедіңіз ғой. Ол қалай немете қандай мәселімен қаралады. Және де оқу бүтірген төлек, университет бүтірген жасымаман қалай жұмыс құрылысады. Оның алғашқы жасайтын қадамдары не болмақ, сол сұраққа жауап берсеніз? Бонустық система, ол бейлғы жылдан бастап, жаңағы оның әдірлеуі, нақты критерлерді белгілеуде. Ең бірінші жаңа азаматтар мемлекеттік қызметке ең төмінгі әкімшілік лауызынан бастап конкурс әректеумен ғана тағайындалады. Әр қарай мансапты өзінің мемлекеттік сатысынан қадам-қадаммен әр баспалдағын тәржібер жинағынан сәйкес, білміне сәйкес, жаңағы кересі лауызының біліктілік талаптырын сәйкес, конкурске қасып, конкурстық әректеумен ғана конкурстық ашық тағайындалымен ғана жоғарлайды. Сол септен бейілгі қадырғы жоғары өху бүтірген азаматтар, мамандар ашық конкурспен тек төмінгі әректеумен ғана өзінің мемлекеттік қызметтің бастайды. Евгений Федотов, Казанформ. У меня вопрос. Каким образом новое министерство будет повышать качество оказания государственных услуг? Спасибо. В настоящее время в структуре нашего министерства создано соответствующее новое структурное подразделение, департамент оценки качества государственных услуг. Мы нацелены на то, чтобы системно изучать проблемы, возникающие в сфере оказания государственных услуг, и с тем, чтобы вырабатывать новые меры по совершенствованию качества оказания государственных услуг. Мы будем оценивать не просто системно на основе данных государственных органов, как это делалось ранее, мы будем изучать системно, проводить социологические опросы соответствующие, общественные мониторинги, и на основе этих данных вырабатывать уже комплексные меры по совершенствованию в сфере государственных услуг. И главная наша цель – это повысить качество предоставления государственных услуг, облегчить условия для населения в части предоставления их услуг. Спасибо. Благодарю вас, уважаемые гости, за предоставленную информацию, за участие на нашей пресс-конференции. На этом, уважаемые коллеги, мы завершаем нашу пресс-конференцию.